В пятницу индекс S&P 500 продемонстрировал самый большой внутридневной прирост почти за два месяца, в то время как Dow Jones Industrial Average показал самое существенное повышение за 7 месяцев, во многом благодаря более сильному, чем ожидалось отчету по занятости в США, который вселил уверенность в инвесторов. Несмотря на то, что в пятницу фондовые индексы росли устойчивыми темпами, по итогам недели все основные индексы остались на негативной территории. В пятницу индекс S&P 500 вырос на 21,73 пункта, до значения в 1967,9 пункта. Секторы здравоохранения и финансов оказались в лидерах роста. В то время как котировки нефтяных и горнодобывающих компаний снижались. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 1,2%, поднявшись до отметки в 17 тысяч 9,69 пункта. В свою очередь, индекс Nasdaq Composite поднялся на 1%, до уровня в 4 475,62 пункта. В экономике США было создано 248 тысяч рабочих мест в сентябре, а также уровень найма в августе оказался намного выше, чем предполагали прогнозы. Уровень безработицы снизился до 5,9%, упав ниже отметки в 6% впервые с 2008 года. Дефицит торгового баланса США снизился на 0,5%, до 40,1 млрд долларов в августе. Это самый низкий уровень с января, установившийся благодаря тому, что страна экспортировала рекордное количество нефти и снизила объем импорта. Американский сектор услуг показал более медленный рост в сентябре после самого высокого уровня с 2008 года, зарегистрированного в августе. Акции корпорации Tecmiro Pharmaceuticals подорожали на 16% на сообщениях об увеличении количества случаев заражения вирусом Эбола в США. Tecmiro является одной из немногих биотехнологических компаний, разрабатывающих вакцину против вируса Эбола. Tecmiro Pharmaceuticals готовится к клиническим испытаниям своего препарата для лечения заболевания на ранних стадиях, которые должны начаться уже в этом году. Ее акции взлетели на 27% во вторник вечером вместе с акциями других биотехнологических компаний, которые работают над возможными методами лечения. Котировки поднялись на 165% с начала года, в то время как рост индекса S&P 500 составил 6,7%. Кроме того, банк JP Morgan Chase & Company сообщил о кибератаке, произошедшей летом, и о взломе персональных данных 76 миллионов физических лиц и около 7 миллионов представителей малого бизнеса. В крупнейшем по размеру активов банки США заявили, что утечки финансовой информации не произошло и деньги клиентов защищены, поскольку такие данные, как логины, пароли, даты рождения, номера соцстраховок и номера счетов не были раскрыты. В ходе пятничной сессии бумаги банка прибавили 2,48%, подорожав до уровня в 60,3 доллара США за акцию. Котировки компаний сырьевого сектора находились под давлением. Так, снижение стоимости золота вызвало падение акций добывающих корпораций, а удешевление нефти стало причиной продаж бумаг компаний энергетического сектора. Отметим также, что азиатские рынки закрылись преимущественно в плюсе, а европейские фондовые индексы восстановились после резкого падения в четверг. Это был недельный обзор финансовых рынков, подготовленный для вас командой ИнстаФорекс. Всего вам доброго, до свидания!